Штаты разжигают ненависть к России, штаты и страны Западной Европы пытаются представить Россию агрессором, виновником каких-то военных преступлений. Ну, давайте так. Вообще-то, по большому счету, Соединенные Штаты не обязаны. Ну, наверное, они могут занять такую позицию. И за счет того, что у них же это же демократия, у них же тоже такие мнения постоянно культивируются, постоянно ведется внутренняя дискуссия, кто опасней вызов делает Китай или Россия. То есть вот эта вот заточенность на борьбу с Китаем, она во многом определяет подходы по отношению к России. Или даже не определяет, а определяло. Кажется, они уже этого вопроса перешли. И, конечно, когда на тебя падают бомбы, тебе кажется, что оружия мало. И, наверное, если бы те же Хаймерсы появились во время штурма Мариуполя, ситуация могла выглядеть совсем по-другому. Это тоже факт. Ну, тут мы сразу начинаем разбираться в части и логистических вопросов, и обучения персонала. И вот вы правильно сказали, что мощи США достаточно, но у них же, что очень важно, они, зная вот эти антиамериканские настроения в мире, они делают колоссальный упор на создание коалиции. Что не только они там, ну, в смысле, в Украине или в Ираке, или в Афганистане. Очень важно было, допустим, пригласить Украину в Ирак. Тут можно было, когда была эта война, и можно спорить, что там делала Украина. Но для них, для американцев было важно, что вот еще одно государство, которое с нами. И вот во многом это определяет развитие событий, что вот с нами 54 государства, которые приезжают на встречи в Рамштайне и говорят, что Украине будем помогать. Вот. Но самое главное, давайте все-таки определимся. Мне так кажется, может быть, российские патриоты поспорят со мной, но все-таки приказы российской армии отдает не Байден. Вот не Байден. И напасть на Украину, это решение было на Путина и его военных преступников. И кто бы что ни говорил, западный мир в дипломатическом плане предпринял колоссальные усыдия, чтобы предотвратить эту войну. Была масса контактов. И, опять же, запад в целом, он играет в одной команде. Вот эти звонки, визиты и Макрона, и Шольца, они же на что были направлены? Чувак, давай это остановить. Мы же видим, что ты уже сорвался и сейчас нажмешь на красную кнопку, после чего все изменится кардинально. Они же старались. Это факт. Ездил директор ЦРУ, встречался с Путиным. И это подтвердила российская сторона. Потом были заявления о том, что Путину сказано было, что все все знают, что ты, падла, хочешь делать. Подумай. Говорили и о санкциях, и о изоляции, и о том, что будет поддержана Украина всеми возможными способами. Тут есть еще один момент, когда говорят о том, что достаточно ли и своевременно ли поставляет оружие Украине Соединенные Штаты. Так вот, первый месяц был определяющий. Это факт. Потому что они после Афганистана и вообще... Только у украинцев не было сомнений, что мы будем воевать. А у всего остального мира они хотели посмотреть. Да, это тысяча наших жизней, но никто не будет инвестировать политический военный капитал в страну, которая все может побросать на поле боя. Как это делает, кстати, кто Российская Федерация? Я вот просто в шоке от этих воинов, честно говоря. Вот любая ситуация, сколько они трофеев оставляют для Украины. Абсолютно в рабочем состоянии и танки, и Т-90, и на радиостанции, и беспилотники, и оружие. Соединенные Штаты не хотели бы оказаться на таком месте, чтобы потом, условно, российские захватчики гоняли на американских гамберцах М-109. Вот это вот все привело к сегодняшнему развитию событий. А самое главное сейчас, что все говорят о среднесрочной, дальнесрочной перспективе в части развития вооруженных сил, что там будет передаваться, то есть переход на натовские стандарты. Короче, здесь уже все все поняли. И самое главное, россияне поняли, что им лап. Ну вот получается как-то так, понимаете? Розпочати хотелося б, власне, із Грузії, яка вам близька, і з якої ми отримаємо наступні повідомлення на кордоні Росії і Грузії. Вже 15-километрові черги росіян, які не бажають йти на війну, які тікають від мобілізації, і Грузія росіян пускає. Чому? Я не можу вам казати, що так воно і є, тому що я спілкувався з грузинскими военами пару годин тому назад. І мені казали, що там зовсім інша ситуація. Кажуть, що там військових, я маю на увазі, військов обязанні, вони туди не впускають. Там дуже багато людей, вони, ну, возвращають обратно. І розговор о тому, що впускають жінки і дітей в основному. І навіть були реально жалоби на те, що їх реально дуже багато. Росіян і по Тбилисі, і по іншим городам. І може бути приняте таке рішення, що їх вообще перестануть впускати. Разворачивають практично всіх, всіх мужчин, які туди заїжджають. І це, наскільки я розумію, там вже на границі якісь проблеми создають. Проблеми тому, що жалуються, проблеми, що ці люди накапливаються, і вони обратно не можуть уїхати, чи виїжджають там отчасти обратно. Тобто це те, що я чітко получив в відповідь. Я по-другому проверити цю інформацію не можу. Наверно, тільки очевидці, які там могли б бути, вони можуть там в соціальних сетях поведомлений, якісь там строчити і так далі. Але ставиться фактом, що я на питання іменно представителів властей, представителів воєнних властей отримав відповідь такий, що ні, їх туди не впускають. Так, дітей і жінки не впускають. Ну, принаймні, офіційного рішення грузинської влади з заявою про те, як це зробили, до речі, інші країни, ми не чули, тому, власне, і виникає це запитання. А щодо росіян, яких вже багато в Грузії, то буквально нещодавно, я думаю, багатьом трапився цей ролик про те, як ті самі росіяни починають в транспорті розказувати, що Росія вперед, а грузинським жінкам доводиться їм пояснювати і все, що вони думають, і про Росію, і вперед, а потім просто виганяють із тієї маршрутки. Грузинська влада, на вашу думку, усвідомлює, власне, оту небезпеку, яку несуть в собі люди, які тікаючи із власної країни від мобілізації, обговорюють про цьому, а знімати їм букву «З» зі свого транспорту, чи можна не знімати? А така інформація теж є. Ну, давайте я німечко по-другому цю проблему розглядую. Там вопрос о том, що... Ну, всем понятно, що в восьмому року в односторонньому порядку, після того, коли був взаємний визовий режим з РФ, і до сих пор в РФ, грузині не можуть без визи попасть, було сняти правителством Михайла Саакашвини. Коли було сказано, що да, хай, вони приїжджають, приїжджають, і ми за ними зможемо вже, коли при пересечіні границ, за ними наблюдають і розуміти, що за люди приїжджають, і як вони приїжджають. А з іншої сторони, да, є серйозні, раз, при серйозні питання, о том, що, от, от, да, це реальна проблема, і ця проблема, вона може бути завтра вже використована, використована опять проти грузі. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.